Я решил отправиться из Сиднея в австралийский Буш. Опасная земля, где только сильные выживают. Вот почему я нанял кого-то сильного, чтобы он направлял меня. Кевин, рад видеть тебя. Я тоже рад. Это жилетка, которую я надевал в 80-х в Нью-Йорке на клубной сцене. Да. Что ты думаешь о моих руках перед тем, как мы пойдем дальше? Мышцы. Ты мог бы еще немного подкачаться. Это воронковый паук с южных деревьев. Не только на деревьях, они еще живут под камнями. Это существо может убить меня? Безусловно. Да, в течение 20 минут. Они под камнями? Да, да, под камнями. Перестаешь жестикулировать так, как будто они повсюду вокруг. Они реально везде? Почему мы здесь? Почему мы пришли сюда? Почему мы просто не встретились в вестибюле отеля? Мы бы могли пить холодный чай, и ты бы мог показать мне эту чертову книгу там. Значит, эта штука под камнями? Да. Так, и какой же совет номер один? Не смотрите под камни. Не поднимать камни? У меня есть давняя привычка, наверное, плохая привычка. Если я вижу камень и хочу узнать, что под ним, я использую свои гениталии, чтобы перевернуть его. Это то, что мне лучше не делать здесь? Повезло тебе. Да, мне повезло. Да, так и есть. Мне даже двигаться не надо. Я могу достать вон тот камень прямо с этого места. Это шутка про длинный пенис. Да, я понял. Хорошо, следующий. Это у нас вот этот товарищ, жалящие муравьи. Очень опасные. Погоди, то есть этот муравей может убить меня? Да, безусловно. Ты можешь упасть с анафилактическим шоком. На самом деле, моя жена стояла на гнезде, она побелела, ее губы посинели, она обосралась в штаны и мне пришлось отвезти ее в больницу. А твоя жена не возражает, что ты вставляешь ту часть, где она гадит в штаны? Она не знает. Ладно, просто убирай эту часть. Что это? Это маленькая паучья нора. Иногда их можно заставить выйти наружу, если просто поиграться с их паутиной. Это хорошо. Дразним смертоносного паука, пытаясь вытащить его из норы. Есть какой-нибудь шанс, что я использую это? Я уверен, что мы сможем найти, что с этим сделать. Давай посмотрим на твой. Теперь давай сравним. Это не нож. Вот нож. Поверь мне, эта шутка уже как 20 лет устарела в Штатах. О, вау, это вомбатовая ягода. Сколько же я должен съесть ягод, чтобы выжить? Наверное, 500. 500? Значит, ты подумал, что эта жилетка была пустой тратой времени? Посмотри на это. Это карман, в котором я хранил кокаин. А теперь вомбатовые ягоды. Какой поворот событий? Да? Это орех Бунья. Это упало с дерева? Да. Он тяжелый. Вот почему я смотрю вверх. Мы должны быть осторожными под деревьями, потому что некоторые из этих могут весить до 10 килограмм. То есть мы можем погибнуть в любой момент? Да. Давай уйдем отсюда. Там ветер дует. Я не хочу быть убитым орехом Бунья. Помнишь, я рассказывал тебе о воронковых пауках? Это тоже может убить тебя. А ты зачем в него тычешь? Я надеюсь, что он вылезет, чтобы ты смог увидеть. Нет, спасибо. Ты можешь показать мне его в интернете. У тебя, наверное, репутация среди всех этих пауков. Ты как мормон у двери. Динь-дон, динь-дон. Это Кевин с его палкой. Это гинко двулопастый. Можно приготовить чашку чая из этого. Чашку чая? Чашку чая. Что ж, отличная работа, Кевин. Мы бродим здесь уже 4 часа. И пока что у нас есть три вомбатовые ягоды и задатки того, что выглядит как треть чашки чая. Это то, что дают во многих туристических автобусов сейчас. Подожди, эта ветка стоит у меня на пути. Там еще один паук. Я думаю, что это смайл-экс лайкофила. Общее название это ямайская сорсапорель. Знаешь, что, начинает дополняться. Теперь у меня три ягоды и задатки двух чашек разного травяного чая. Фактически это диета 98-летней женщины. Мы собрали немного еды. Теперь пришло время развести костер. Огонь. Давай, детка. Я хочу выпить травяной чай. Иди к мамочке. О, я вижу немного дыма. Мы можем бросить в него то маленькое птичье гнездо. Где нам найти это гнездо? О да, давай я объясню всем. Мы побрили мой пах около часа назад. У нас есть огонь. Это чудесно. Пещерный человек. Так первобытно. Хорошее чувство. Ты впервые добываешь огонь с помощью трения? Ну... Да, это впервые. Первый огонь с помощью трения. Это орех Буния. Они падают с деревьев. Сколько орехов в тебе поместится? Что ж... Это тяжелый вопрос. Как только я слышу, что мой оператор Джеймс смеется, я знаю, что кто-то сказал что-то, что может быть истолковано как пошлое, если вы четырехлетний ребенок. У меня бесконечный аппетит к орехам. Теперь ты счастлив, Кевин? Я просто откину свою голову назад, а ты бросай эти орехи внутрь. Столько, сколько сможешь. И я не буду удовлетворен, пока у меня не будет сотен орехов во рту. Большие мясистые орехи. Тебе нравится? Да, я не сомневаюсь. Мне все равно. Окуни их внутрь и высунь наружу. Ммм, орехи. Этот выглядит готовым, прямо перед тем, как они почернеют. Вся эта мясистая часть. Без комментариев? Может мне одному отправиться на поиски пропитания? Эй, приятель! Смотри, что я нашел. Я нашел корень Джека Дэниелса. Вырвал из земли. Здесь все дело в находчивости. Определенно так. Не паникуй, не паникуй. Хорошо? Если потеряешься, не паникуй. Поброди вокруг, и ты найдешь маленькие бутылки ликера. Природа обеспечивает.